Квартет на дистанции Дистанция 10 км является довольно экзотической для российских коньков сейчас Потому что тут о чем говорить, если только 5 человек вышли на стат отборочных соревнований И, конечно, тут не приходится как-то доказывать то, что у нас это все находится в хорошем состоянии Что называется, цветет и пахнет В реальности ситуация такова, что Данил Семеряков отобрался уже на эту дистанцию Поскольку выиграл и 5 км, и масс-старт Я думаю, что вопросового участия на дистанции 10 км на Кубках мира не стоит То есть спортсмен доказал свою конкурентоспособность Те, кто не доказали, те, кто не очень хорошо сбегал пятерку вчера Они выйдут на старт сегодня, чтобы через победу, через второе место Все-таки обозначить свои притязания на участие в этапах Кубка мира Чтобы сегодня на тренерском совете у их личных тренеров, у представителей их региона Были какие-то дополнительные козыри для того, чтобы положить их на стол При принятии вот этого решения, о котором много говорят в последнее время Но могу сказать, что тройка сильнейших стайеров, на мой взгляд, пока не сформирована То есть можно говорить о том, что сильнейшие, наверное, сейчас это Семеряков и Румянцев Сложно сказать, кто из них самый сейчас лидер, потому что очень близки ребята по форме Что касается третьего места, я вот тут сейчас не готов вам давать такие прогнозы Есть опыт, есть талант, иногда опыт обгоняет талант, иногда талант обгоняет опыт Все бывает по-разному Начинают ребята довольно спокойно Коныш делает круг 32-2 Вот был предыдущий, сейчас 32-5 Ребята начали по 32-4 Сиряев 31-2, кстати, Захаров Руслан немножко, может быть, не чувствует пока эту дистанцию Вот сейчас он, судя по всему, здорово сбросит Да, 32-7 сразу делает круг Руслан Потому что, судя по всему, Сивков ему сказал, что надо как-то поспокойнее Это логично, потому что по 31, конечно, бежать десятку Это уже скорее какой-то такой голландский стиль Очень голландский, я бы даже сказал Но Валерий продолжает по 32 с маленькими бежать Посмотрим, как пойдут ребята в паре Достаточно мотивированы оба, потому что Руслан Захаров был пятый На дистанции 5000 метров Напомню, вчера он сбегал 6-37-05 Это, если не ошибаюсь Он немножко, чуть-чуть выиграл у Сергея Трофимова И точно так же немножко, чуть-чуть проиграл Сергею Грисцову Между ними затесался Но, что касается Евгения Сиряева, то 6-40 вчера было Это, конечно, совсем не те секунды, которые он хотел показывать В Инселе он бежал 6-30 на 10 секунд быстрее И был в себе очень уверен Поэтому, думаю, он мотивирован очень жестко, чтобы и в паре выиграть У захватчика из шуртрека И доказать, что он заслуживает право поехать на этапы Кубка мира 32-59 круг Конушева Вторая пара едет по 32 с разными копейками Сиреев чуть быстрее, Захаров чуть медленнее Но это в основном выславливается тем, что ребята стараются выровнять бег в паре То есть достать соперника Ну и те, кто из вас смотрит, кто немножко понимает, что происходит Видите, что Руслан Захаров бежит по вороту без рук Я вам скажу, что по вороту без рук в коньках практически никто не бегает Наталья Воронина какое-то время пыталась иногда подобные вещи делать Но это буквально были какие-то разовые инциденты И то не вся дистанция, там какие-то отдельные повороты А Руслан бегает и большие по вороту без рук Ну классический, надо сказать, вариант для шуртрека Там без рук они проходят очень значительную часть дистанции Для них это удобнее, потому что позволяет быть более компактным И руки не мешают друг другу у спортсменов Но здесь, конечно, рука является еще и очень хорошим маятником Который помогает вкладываться в толчок Особенно на таком пологом повороте, как большой По 32-5 едет вся тройка участников Валерий Конышев оказывается в достаточно тяжелой ситуации Он один, дистанция длинная Здесь ребята вдвоем и попроще Сейчас 32-07 делает Захаров Ну а Женя продолжает ехать по 32-5 Работает он спину своему сопернику Видите, насколько большая разница в положении плеч Не столько даже таза, сколько плеч Евгений достаточно открыто держит корпус 32-47 круг Конышева Ну а тут в паре очень такой-то хороший тактический ход Дистанция 10 км условно разделяется обычно на 17 кругов первых И 8 кругов завершающих Потому что последние 8 кругов обычно это как раз вот самые тяжелые Классически обычно первые 10 проезжаешь очень свободно Потом так немножко добавляешь его подконтрольно И когда проезжаешь отметку осталось 10 Начинаются некоторые неприятные ощущения Когда остается где-то 8-7 Уже эти ощущения становятся совсем неприятными Хорошо, когда есть напарник по забегу Он немножко эмоционально тебя отвлекает Ты можешь легче переносить вот эту усталость Именно поэтому Валерию Конышеву хочется пожелать Терпение, сила воли, вера в себя Пока очень ровно идет вся тройка Все ребята идут по 32 с разными копейками Захаров штампует круги по 32-0 Сиряев по 32-5 Конышев тоже 32-5 Очень ровно идет квартет И Валерий Конышев не уступает ребятам из пары Сейчас чуть-чуть впереди Евгений Сиряев Половину дистанции прошли ребята 6-50 3 километра Конышева Исходя из того, что взяли по Скажем так, отсечке примерно 5 километров Что касается второй пары По 32-4, по 32-5 Так они продолжают ехать Борются друг с другом Конышев делает круг 32-55 Весь квартет бежит по 32-5 Очень ровно Понятно, что им подкрикивают По поводу того, кто кому сколько проигрывает Но судя по всему пока кричат ровно Захаров чуть-чуть вышел сейчас вперед За счет малого поворота Вот он перед вами на переднем плане И начинает он вкладываться в большой поворот По-прежнему без рук едет Руслан Захаров Если он проедет всю десятку без рук Ну на моей памяти это будет первый такой случай Я не припомню просто В России так точно первый на моей памяти Хотя я много десяток видел и сам бегал Но вот такого не припомню Кататься без рук по разминочной дорожке В принципе можно, особенно когда ты едешь в группе И в какой-то степени даже молодым спортсменам это полезно Они учатся правильно ставить корпус Потому что рука не помогает Отдергивать плечи наружу от поворота Ты плечи держишь исключительно корпусом Руки нет И это немного помогает сформировать Правильное положение корпуса Но одно дело, когда ты едешь по двум малым поворотам в группе Или едешь один Но на льду еще помимо тебя присутствует Некоторое количество спортсменов Они создают определенные воздушные потоки Тебе ехать легче А когда вот так вот ты один без толпы бежишь в дистанцию Да еще со сменой дорожек Но надо сказать Это очень надо иметь крепкие ноги Крепкий корпус Чтобы так идти без рук Круги по 32 Захаров продолжает по 32.5 бежать Серяев ушел на 33.2 Конушев держит 32.7 Сейчас Серяев проигрывает полторы секунды Захарову Я так понимаю, что все-таки лидирует в этой тройке Захаров И начинается уже формироваться некоторое преимущество Сейчас Услан Захаров закроет Евгения Серяева с большого поворота Да Вот мы видим сейчас Делает он круг 32.03 Серяев пытается потянуться Делает круг 32.46 Конушев держит круги по 32.7 Был предыдущий Сейчас будет 32.7 тоже Он очень ровно держит Немножко начала падать скорость Но это буквально немножко Что касается Евгения Серяева Он очень опытный спортсмен Сейчас он должен, конечно, попытаться не отпустить дальше Он пытается это сделать Он добавляет Снова выходит на скорость 32.5 Вот этот круг 32.48 Но и Захаров не сбавляет Он едет по-прежнему по 32 с маленькими На 32.04 его круг Валерий Конушев проходит очередную отсечку круга Медленно, медленно он отдает скорость 32.94 Боюсь, следующий круг будет уже 33 Захаров продолжает ехать по 32.0 На этот раз круг 32.06 Серяев продолжает ехать по 32.5 Но он просто сейчас на гордости не может себе позволить сдаться Отстать И тут надо просто понять, что Кризис, если будет у Руслана Захарова То Женя его достанет довольно быстро Но кризис может и не случиться Что касается Конушева Как я и говорил, на 33 он ушел 33.15 скорость круга И Руслан Захаров скоро Валера увидит Захаров проходит свой малый Второй малый поворот 31.8 Он добавляет Серяев держит 32.5 Но этого недостаточно Потому что Захаров добавил Он еще быстрее поехал Женя же не может ответить на это ускорение И поэтому Расстояние между ними увеличивается Захаров уже видит Конушева На одной прямой они находятся Пока очень короткое время Конушев входит Поворот Захаров выходит Но Конушев едет по 33 А Захаров едет по 31.8 И сейчас он будет Видеть Валерия все ближе и ближе И я повторю Руслан едет без рук То есть Ну это феноменальный бег на самом деле Для меня я вот такой не припомню Серяев пытается не отстать Делает круг 32.3 То есть добавляет немножечко На несколько десятых Но проигрывает уже 4 секунды Захарову И Валерий тоже Конушев добавил 32.7 Снова он выскочил из 33 31.9 Делает круг Захаров Серяев 32.6 Круг делает Серяев Очень ровно бегут ребята Но просто в какой-то момент Руслан Захаров добавил скорость Добавил Ход И поэтому пошел намного быстрее Чем его соперник Евгений Серяев Ну и соответственно Мы видим Что огромный разрыв Уже суммировался По-прежнему Понемножечку Подбирается Руслан к Валерию Конушеву Очередной круг Которого 32.3 Валерий тоже добавил Захаров Идет по 31.9 И мы Вот Сейчас примерно На равных расстояниях Находят все три спортсмена 32.5 Делает Серяев Держит скорость Держит Но этого недостаточно Чтобы Доставить его Соперника По паре Пока Лучший результат Показывает Руслан Захаров Второй результат Показывает Валерий Конушев И Евгений Серяев Бежит пока на третье время 32.4 Круг Конушева Он выигрывает У своего напарника По команде Питера Мюллера У Евгения Серяева Захаров По-прежнему Идет из 32 31.98 Его круг 32.63 Круг Серяева Он уже Конечно Не достанет Захарова Но он пытается Бороться с Конушевым Что будет у Конушева Очень плотная борьба Между двумя этими спортсменами Между Конушевым И Серяевым Борьба заочная Они бегут в разных парах Слышит колокол Валерий Конушев 32.43 Его круг Очень ровно Прошли ребята Дистанцию 32.4 Круг Захарова Все-таки Сбросил Руслан Все-таки он устал Сбросил руку Он пошел С рукой Поворот Что касается Что касается Серяева 32.6 Его круг 6.2 Секунды Проигрывает Захарову И уже Конечно Это третий результат Посмотрим Что сейчас будет С Конушевым На финише Последние шаги И Валерий Конушев 13.39 45 Ну Это личный рекорд Причем с огромным Просто 15 секунд Скинул Валера С личного Я его поздравляю Он большой молодец 13.30